Добрый день! Наступила весна, наступила пора солнечных дней и, естественно, грязевых луж. Мы постоянно в наших стиральных машинах стираем джинсы, куртки. При этом нагрузка на стиральные машины, естественно, увеличивается. Так как увеличилась нагрузка на стиральные машины, естественно, они не всегда выдерживают эту нагрузку. Поэтому некоторые элементы приходят в негодность. Не обязательно сразу вызывать механика, можно некоторые неполадки устранить дома самостоятельно. Сейчас расскажем, как это сделать. Одна из самых частых неисправностей стиральной машины – это выход из строя нагревательного элемента. Неисправность определить достаточно несложно. Для этого достаточно на большом цикле при нагреве более 60 градусов прислонить руку к стеклу. Если стекло остается по-прежнему холодным, то, соответственно, скорее всего, ваш нагревательный элемент вышел из строя. При этом для упрощения выбора данного элемента в нашем магазине, вам достаточно его просто снять и перенести с собой. Делается это абсолютно просто. То есть вы всего лишь буквально снимаете две клеммы и немного ослабляете гайку и тянете на себя. У нас в наличии есть достаточно большой выбор нагревателей. Большинство из них универсальные, подходят под разные модели. Можно, к примеру, рассмотреть вот этот ТЭН. Он подходит на большинство моделей. Он самый универсальный. Стоит всего 593 рубля. Также одна из частых неисправностей в стиральных машинах – это выход из строя сливной помпы. Понять это также просто в домашних условиях и устранить. То есть если вы видите, что ваша машина во время стирки перестала сливать воду, то, скорее всего, вышла из строя сливная помпа. Для покупки ее в нашем магазине вам достаточно просто ее снять, либо вооружиться моделью стиральной машины. Помпы также являются универсальными в большинстве своих случаев. Одна из часто встречающихся помп – это вот. Стоит она всего 687 рублей. Подходит на великое множество стиральных машин. То есть выбор у нас достаточно велик. С собой достаточно просто принести помпу, либо модель. В стиральных машинах также происходят другие неисправности. Это и выход из строя подшипников, и рвутся манжеты, и выход из строя амортизаторы. Вы их также можете приобрести в нашем магазине. Выбор у нас огромный. Для этого достаточно вооружиться либо своими запчастями, либо моделью вашей стиральной машины. Наступила весна, на улице становится теплее. Хочется больше времени проводить на улице и наслаждаться любимой музыкой. Но не хочется, чтобы мешали провода. В этом вам помогут беспроводные наушники. У нас их великое множество. Тем более, они очень удобны в использовании. Они могут складываться в удобную форму для ношения, чтобы носить с собой во время прогулки. Также в нем есть еще FM-радио, MP3-плеер, и можно воспользоваться картой SD. У нас огромное множество наушников. Но вот эта вот самая популярная модель, например, стоит всего 999 рублей. Зачастую, находясь на природе с друзьями, хочется послушать качественную музыку. Но громкости смартфона не хватает. Поэтому у нас есть вот такие вот беспроводные колоночки, которые издают качественную музыку. С ними можно находиться на природе, также заниматься спортом и проводить время веселой компании, слушая громкую музыку. Чаще всего берут вот эту вот колоночку, она стоит всего лишь 890 рублей и очень удобно в использовании. Находясь долгое время на улице, смартфон, колонка и беспроводные наушники, конечно же, разряжаются. И поблизости розетки нет. Для этого вам поможет портативно-зарядное устройство. У нас огромный выбор этих устройств. Вот одна из них самая популярная, это на 10 000 мА стоимостью всего лишь 999 рублей. Его хватит, чтобы зарядить и колонки, и наушники, и смартфон. Еще даже останется. Итак, мы вам рассказали, как можно произвести замену нагревательного элемента, насоса, а также ремня в стиральной машине. Вы эти все процедуры можете произвести самостоятельно в домашних условиях. Также вы узнали, как можно свои прогулки в весеннее время сделать более длительными, увлекательными, при этом сохранить работоспособность вашего смартфона. В следующей программе мы обязательно выберем тему, которая будет вам также интересна, и расскажем о ней также увлекательно. До свидания, до новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Многие люди увлечены облагораживанием своего сада или дачного участка, но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы, а остальные путем проб и ошибок стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией, ошибаться нельзя. Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна. Занимаясь просто теоретическими какими-то основами ландшафтного дизайна, где-то в учебном классе или на курсах, этого недостаточно, потому что ландшафтный дизайн – это прежде всего практическая работа. А практическая работа, она должна быть на участке. На частных участках это сложно попасть и провести какие-то эксперименты. То есть вряд ли какой-то хозяин согласится быть такой экспериментальной площадкой. Поэтому вот со временем такую площадку решено было заложить здесь. Студенты приходят сюда после третьего курса. Для них это производственная практика. Они начинают по срокам с начала мая до середины октября. Практически весь сезон захватывает все самое важное, ценное и нужное. То есть практически весь вибрационный период. И в общем-то успевают посмотреть, как начинает рост растений, как они пробуждаются после зимней спячки и как они уходят в зиму. Обязательной составляющей любого студента является подготовка дипломного проекта. Здесь с этой задачей сложностей не возникает. Студенты на годовом обучении, которые обучаются в школе, их дипломная работа является создание сада, миниатюрного сада. То есть в зимний период мы его проектируем, прорабатываем, составляем смету, проговариваем все детали, нюансы, технологии производства тех или иных видов работ. А в летний период задача сделать сад, реализовать его. То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка, база, где может человек все теоретические свои знания показать уже по существу. Такие моменты, которые описаны в учебнике, их надо все-таки попробовать сделать своими руками, чтобы уже знать, как это происходит, сколько времени тратится на это. Тем более годовой, профессиональный курс, не двухмесячный или трехмесячный, не поверхностный только для своего сада, а научиться решать сложные задачи по уходу, по проектированию. Здесь действительно я нахожу этот объект. Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов. Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок, может прийти сюда и получить все нужные базовые знания. Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов, не только на студентов, не только для будущих профессионалов, но и для широкого круга любителей, тех, кто тянется к культуре ландшафтного дизайна, как к искусству и действительно хочет облагородить свой участок, свою территорию, сделать красивый сад. Для этого мы проводим специальные курсы, обязательно с практической составляющей, и проводим регулярно мастер-классы. Создавать необыкновенный красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому, кто увлечен этим делом. Ведь окончательный продукт данной деятельности – это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знание необходимо для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важен не мгновенный результат, а длительный процесс развития и кульминации. По проекту роз предполагается здесь более 100 видов, 7 групп. На данный момент здесь высажено чуть больше 60 роз, тоже нескольких групп. Крайний ряд – это плетистые розы. Сейчас у них временные опоры, основные опоры изготавливаются, и я надеюсь, что в конце сезона они уже будут установлены. Рядышком вы видите почвопокровные розы, здесь представлены розы чайно-гибридные, спрей, флорибунда, английские розы. То есть все те виды роз, которые продаются в садовом центре, которые существуют на рынке Челябинска, и те розы, которые необходимо изучать, их особенности, особенности обрезки, особенности ухода. И как раз-таки эта площадка, этот сад, он создан именно для практических вот таких целей работы с розами. Это центральный вход в Белый сад. Он огорожен живой изгородью из караганы древовидной. Идея Белого сада заключена в том, что растения, которые будут высажены здесь, которые уже растут и высажены были до того, как они будут в белых оттенках. То есть это белый, зеленый цвет, безусловно, цвет растений, цвет зелени. И, конечно, будут вкрапления других цветов, но в очень незначительном количестве. То есть преобладающий цвет существующих здесь растений будет белый. Центральной основой и таким композиционным фокусом этого сада является водоем. Водоем с кувшинками, водоем в двух уровнях. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопийцей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо. Надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести, как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц инфицирующих попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснули. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые 3 суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лаймбаррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну это доксициклин, юнидокс. Ну в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту, они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает ритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это ритема, это кольцо может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот ритема. Это как бы главный признак клещевого брелиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без ритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк и иной раз даже не связывает, что это заболевание именно связано с укусом клеща. Поэтому если вас, милый Бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями центра России входит в число самых опасных регионов. Так в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более двух тысяч человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением. То есть пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита. То есть около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Несмотря на то, что видеокамера телефона у большинства из нас все время под рукой, для самых главных событий в жизни, как, например, выпускной, свадьба, юбилей близких или юбилей компании, принято обращаться к профессиональным видеографам. Сегодня в полезной программе специалист с большим опытом Константин Пермяков расскажет, как выбрать видеографа, что стоит учесть и какие вопросы задать при встрече, чтобы найти настоящего профессионала. Для начала надо посмотреть, потому что они все все равно выкладывают свои работы какие-то. Надо искать работы, посмотреть прежде всего. Хотя бы одну-две, да, посмотреть. Нравится тебе работа, нравится музыка, которую он подбирает, нравится вообще чистота кадров. Во второй очередь надо посмотреть вообще, ну, опыт работы, то есть срок все-таки. Бывают молодые мальчишки, да, бывают они, может, талантливые, да, там он только закончил, у него там тоже понтан идей, это один вариант. Есть опытные, матерые операторы, которые вообще знают каноны, как все снимать. Это другой вариант, да, то есть вам тоже надо, чтобы он вам и подходил, и по возрасту, допустим, да, и по какой-то, ну, вообще нравится, не нравится он вам. Надо всегда с ним, ну, обсудить, то есть объем, что он все-таки может снять, что он не может снять, какой объем он может снять и, соответственно, какой результат вы в итоге получите. Даже в том числе вплоть до, ну, часовая, допустим, у него там по часам работает или там целый, на целый день он сможет с вами работать. И, соответственно, и по срокам выполнения работы, опять же, надо уточнить, сколько, потому что он, может, потом лет пять будет вам делать работу, это будет, конечно, может, шедевр, но пока вы дождетесь, вы уже забудете про него. То есть тоже надо узнать еще и сроки выполнения, потому что бывают очень загруженные люди, и они могут им очень долго делать, а могут сделать быстро, но не очень хорошо. Сейчас больше идет все-таки упор на эмоцию. Эмоция должна, ну, самая превалирующая, то есть даже очень крупно человека снимать. Пусть не всегда это логично, но должна эмоция получаться. То есть все равно крупно индивидуальный человек снимается больше, скажем так. Больше упор идет на конкретную, на какую-то личность. Раньше снимали все вот и до, раньше были трехчасовые кассеты, то есть все писали вплотно трехчасовые. Сейчас, допустим, карты памяти ограничены какое-то время. И вообще люди уже не привыкли долго сидеть у телевизора, скажем так. Даже на себя смотреть все равно надоедает. Сейчас много оборудования используется, именно, допустим, усовершенствуется. Для заказчиков чаще всего многие вопросы, ну, как белый лист, они что-то видели когда-то у кого-то, они хотят так же, хотя это уже, может, совсем уже и не модно, и пять лет назад уже это только снималось. Да, всегда, в меру своего опыта, всегда, конечно, скажу, что я могу снять, что надо снять, да, как себя примерно вести. Так как я постоянно общаюсь с телевизионщиками, то я понимаю для себя, что именно они и делают хорошо. Потому что все-таки они опытные. Опыт – это колоссальный момент, который вообще все определяет. Поэтому я и на основании отзывов, и на основании этого, я вот для себя тоже заказала такую услугу, да, чтобы мне сделали, чтобы красивый был сюжет. И мне очень нравится. То есть мне понравилось, и скажу, что отличается очень сильно, начиная от того, что качество изображения, звук, музыка. Я ценю в видеографах именно такую, скажем, открытость, коммуникабельность, вот это вот желание слушать, желание подстроиться и сделать именно так, как просит клиент. Жизнь меняется день ото дня, и через год мы будем совсем другие. Именно поэтому так важно сохранить в памяти правдивые впечатления о важных событиях. Эти эмоции по-настоящему бесценны, а поэтому на них не стоит экономить. Чудесная порода собак с лисьей мордочкой и хитрым прищуренным взглядом. Сиба-ину или Шиба-ину покорили сердца многих любителей животных. До сих пор порода относится к разряду охотничьих, хотя уже больше века не используется по назначению. Чисто японская порода – это одна из самых маленьких пород в Японии. Это охотничья порода. Выводилась она на охоту пернатую дичь. Именно они, как называется, как пустарниковая собачка. У них такой темперамент вообще, они очень интересные собаки. То есть они не навязчивые, не назойливые. То есть они как бы сами по себе – это собака-компаньон. Вот, то есть они не будут надоедать постоянно хозяину. То есть они вот как кошки, я бы сравнила с кошками. Они такие игривые, умные, очень чистоплотные собаки. И не пахнут. Это очень большой плюс для дома, для квартиры. Они гипоаллергенные. Сиба-ину требует к себе внимательного отношения. Им нужен хозяин-компаньон с твердым характером. Они очень игривые, очень чистоплотные. Они очень умные собаки. Они очень любят хозяина, но они очень часто показывают, что могут прожить и без него. Также эти породы, они не будут делать что-то по принуждению. То есть принуждение, наказание. Собаки очень быстро забывают наказание. Если они считают, что они были правы, они повторят это еще раз. То есть здесь очень надо уделять много внимания им на воспитание. То есть это очень кропотливый труд. Я считаю, что собаку, если сам хозяин справится, не может обязательно наводить к тенологу. Потому что потом очень могут быть плачевные последствия. Я знаю очень много ситуаций, когда собак портили. Они становились агрессивными некоторых питомников. И возвращали собак. Причем они, когда их возвращали, собака начинала вести себя адекватно. То есть сразу понятно, что это вина была не собаке, а вина именно хозяева. Поэтому я считаю, что да, надо. Обязательно надо. Если сам человек не имел никакого опыта с собаками, общения с собаками, то да. Я считаю, что хотя бы консультация нужна. Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам эта порода собак, ведь у вас есть дома другие домашние питомцы или маленькие дети, то мы готовы развеять ваши сомнения. Эти собаки, они хорошо выживаются с другими животными, кроме грызунов. И птиц. Потому что они это воспринимают как вичи. То есть эти собаки у нас даже ловят мишей. Да. Вот. А с кошками также они нормально выживаются. Но опять же, это если они растут вместе. Также с другими собаками. Ну, кобели, вот я говорю, у них есть вот такое, что они любят доминировать. И у них как бы частенько бывают конфликты. К детям очень замечательно. Они очень терпеливые. У нас очень много детей. И они постоянно их теребят и за хвост, и за уши, и за морду. Ни разу еще никого даже не рыкнули. Покупку щенка Сиба-Ину нужно начинать с подбора заводчика с хорошей репутацией. Лучший вариант – обращение в специализированные питомники. Я часто встречаюсь с таким вопросом, когда мне звонят, и говорят, знаете, я хочу собаку для души без документов. Я считаю, что если вы хотите собаку для души без документов, возьмите, если будет очень много собак, которые нуждаются в любящих языках. Если вы все-таки решили взять собаку, породистую собаку, хорошую, то нужно брать именно у заводчика. И брать, проверять именно документы, чтобы собаки с документами. Бывает такое, что не оба родителя живут в питомнике или там у заводчика. Но все равно по документам это все проверяется. Все щенки их клеймят, их проверяют и чипируют. То есть как бы это легко проверить, в принципе. Ну, люди сами себя обманывают, когда хотят брать дорогую собаку подешевле. Надо же реально оценивать возможности. Люди тратят очень больше деньги на эти породы. Проблема лишнего веса сегодня как никогда актуальна. Огромное количество информации заставляет нас делать выбор в пользу той или иной диеты, программы тренировок, различных теорий. Сложность заключается в том, что далеко не все из предлагаемого действительно является правдой, которая поможет в нелегкой борьбе с лишними килограммами. Набор лишнего веса – это многофакторный момент. То есть это не одна какая-то причина. Соответственно, есть общепринятые, которые очень распространяются, а есть те, которые связаны, например, с индивидуальной заболеваемостью. То есть у человека, у каждого есть уже свой набор заболеваний. И они тоже могут влиять на повышение веса. Например, влияет щитовидная железа, сахарный диабет, нарушается углеводно-жировой обмен. Это тоже может тормозить в программах по снижению веса. Было очень долго такое убеждение, что после шести не нужно есть, потому что вот уже все. Остальное, раз нет, движений меньше. Нет, уже последние исследования доказали, что человек, который голодным ложится, ведь с чувством голода не все умеют жить и бороться. Это настолько жизнесохраняющая, скажем, инстинктивная реакция, что раз нету в клетках энергии, есть голод, нужно съесть. Это очень сложно, борются люди. То есть сна нет и всё, это проблемно. Поэтому это вот не нужно так делать. Нужно съесть такую пищу за определенное количество времени до сна, и никакого веса лишнего не будет. И еще очень распространенная ошибка, когда процентов, наверное, 90 с лишним весом, люди, которые считают, что если они будут очень мало есть, то есть очень заниженный колораж, то неизбежно жир будет уходить. Нет. Почему? Потому что опять, вот с природой, я всегда говорю, очень трудно бороться. Мы такими рождаемся, это все механизмы на жизнесохранение. Вот этот необходимый минимум калорий, которые мы должны обязательно получить, это энергия для жизни и работы жизненно важных органов. С каждым человеком и у каждого человека есть особенности индивидуальные. Они выражаются, вот опять же, в накопленных заболеваниях, или это органы ЖКТ, или это эндокринная система. И плюс есть такой индивидуальный момент, как группы крови, например. И это не какой-то миф, это не какие-то выдумки, так оно и есть. И я убедилась в этом много раз, что кому-то идет полезный продукт, ну, приносит пользу, и он в обмен встраивается и работает, а другому человеку он не будет являться полезным. От еды люди не умирают, но она делает совершенно разные вещи, да, вот попадая в организм. Например, людям с третьей группой крови гречневая каша не подходит. Генетически природа им не дала ферменты на хорошую, качественную переваривание ее, да. Но тем не менее люди ее кушают. И все, что у нас не переваривается, не усваивается, клетками не используется. Мы кушаем только для того, чтобы переработанная пища попадала в клетки каждого органа. Считается, что человек покушал, когда то, что он съел, дошло до тех структур, которые в этом нуждаются. Так вот у многих людей вот эта цепочка по каким-то причинам прерывается. И человек кушает, а до клеток не доходит. В лучшем случае кишечник это выведет, если он правильно и хорошо работает. В худшем случае это начинает где-то откладываться, как токсин. Один из механизмов набора жира – это упаковка токсинов от неправильного пищеварения в жировые массы. Потому что эти токсины, они, как правило, жирорастворимые вещества. И они не могут нигде храниться. В сосудах они образуют определенные склеротические изменения. И поэтому в последнее время просто атеросклероз и сосудистые заболевания, они просто как вал какой-то, да, идут по всему миру. Но мы должны четко понимать, основным фактором, дающим здоровье, да, дающим здоровье органам – это питание, которое нужно человеку, чтобы пища пришла, которая нуждается, переварилась и усвоилась клетками. Вот это и есть индивидуальный подход. И в этом нуждаются все люди. И поскольку у нас сейчас очень много продаваемой пищи, ну, готовой уже к употреблению, люди, конечно же, в современном ритме пользуются этим. Они соблазняются на это. Ведь это уже готово, это вроде бы как удобно. Но какой результат будет, вот какой путь этой пищи будет до клеток – вопрос уже вот такой. Субтитры сделал DimaTorzok